Ну вот смотрите, Андрей Андреевич, давайте разберемся тогда с Москвой, ее реакциями и то, что там пора исходит. То есть, во-первых, публикация, которой уже сейчас все общее мнение было в американской прессе относительно того, что Путин изыскивает пути переговоров там и хочет их и так далее. Сейчас все говорят, что это проброс чисто московский, вот, скорее для отвлечения какого-то внимания, для поддержания градуса, что на самом деле ничего из этого нет, определенно свидетельствующий о том, что Москва приискивает реальных переговоров. Это не более чем информационное сопровождение, ну, неких других действий, да. Но, тем не менее, так сказать, много чего говорится, вот, недавняя публикация о том, что Патрушев руководил, ну, что, вообще тайна Полишинеля, да, ликвидации Пригожина 23 августа, ну, ничего удивительного, так сказать, как будто бы мы этого не знали, да. Значит, и что, что, значит, есть еще тот тезис важный во всей этой истории, что, как бы, Москва, наращивая свои усилия, пытается, прежде всего, информационно продавить капитуляцию Украины. На фронте ничего особенного не происходит. Маренко, который отчитался, значит, Шойгу перед Путином, было это показано, но она давно уже в таком состоянии, эта Маренко, и то, что ее взяли, штурмовые подразделения российской армии, ничего не имеет. Авдеевка, да, продолжает удерживаться, якобы, так сказать, вот заложный заявил, я не видел. Ну, только по ленте новостей, что через 2-3 месяца они могут взять Авдеевку, российские войска, но тем не менее пока ситуация вот такая. Что на этом фоне делает Москва, как можно оценить ее действия в контексте вот этих попыток давления по переговорам и всех остальных, что бы вы сказали? Ну, давайте вот об этом зрелище, которое мы видели. Я напомню, 24-го, 24-го вевраля 22-го года, Путин объявляет войну всему Западу, он требует отойти странам НАТО, отойти на ту вот знаменитую линию Батыя-Джугашвили, наибольшее подвижение на Запад у Лошадь Джуча в 1245-м и 1900-м, не на Маленку, а вот на Адриатику и Северное море. И вот мог бы он представить вот эту картину себе 24-го февраля, выступая своим обращением, что через 22 месяца в каком-то жалком бункере он будет сидеть в своей модальности сморчка под пледиком. Он жалким был. У него есть две модальности – сморчок под пледиком и вторая – глумливый гопник-маньяк. Кстати, вот название нашего сегодняшнего стрима, он же рифмуется с грозом 200. Подпомните, основной герой 200 – маньяк капитан Жиров. Капитан Жиров – это майор Путин. Барабанов – это тогда, я думаю, не постоянно, как гениальный художник. Это работа русский тип. Такого маньяка-моль, ставшая маньяком. Капитан Жиров, капитан Жиров, майор Путин. Внешность, внешность, поведенческие структуры – все совпадает. Вот, и он был, сегодня он был в этом, в модели сморчка, и они на картах, на каких-то генштабических картах обсуждали взятие, взятие Маринки. Это какого-то пригорода Донецка на 20-м году. Ну, вообще, о чем думают и пропагандисты? Потом показали эту грязную, жирную, подлую свинью, разложившееся совершенно существо Сладков. Он стоял, он гордо стоял за ним, за спиной у него было какой-то разрушенной городишкой или деревней, я знаю, вот она, наша Маринка. Наша Маринка. Ай-яй-яй-яй. Нет, они так живут, как будто они взяли Киев и Непр. На этом еще не кончилось. Он вспомнил, что вот какие-то ребята, поднявшие знамена Маринка, они представляют ту же часть, которой были Егоров и Контария. Контария, да вы что, прекрасно. И, наверное, в этот момент он кончил в сапог, как я часто говорю, кончил в сапог. От Берлина до Матта. То есть, вся эта сцена с Маринкой, она была, конечно, чудовищная. Она просто символизирует то дикое поражение, то и авантюра, которая... Что делает сейчас Путин, это неважно, от него ничего не зависит. Мы все время с вами говорили, что исход войны в Украине сейчас зависит от номенклат... Даже не от денег, вот эти деньги, которые дают, они никогда не участвуют в этих дискуссиях, там, о Ленд-Лизах, хуйках. Неважно, по какой богателям, важна номенклатура изделий, которые готовы предоставить. Вот сейчас, мне кажется, она готова предоставить все то, что необходимо для победы. Пошло самое главное. Я сейчас буду у себя, мы уже с одним из своих коллег договорились об этом, будем делать зарубки на сценах. Количество предоставленных, предоставленных истребителей F-16. Думаю, что по результатам вот последних действий украинской авиации, уже сейчас мы можем на доске поставить цифру 18. Вот когда будет 200, можно будет жирно написать слово, жирно написать слово *** и обсуждение Украинского фронта закончить. Мне кажется, все-таки вот совместными усилиями, прежде всего героической борьбой Украины, ну, они же ее сдали, украину-американцы. Бернс же договорился о том, что Украина не будет стрелять по русской территории, если тот не пойдет в НАТО. И предсказал потом ЦРУ, что через неделю Киев пойдет. От катастрофы цивилизованный мир Украина спасла. И ей сейчас не нужно для окончания победы, для сельного поражения российскому государству и падения путинского режима, не нужно ни одного американского солдата, нужно только вооружение, и не участие даже дистанционно-американского. Нужно только вооружение, список его известен. И мне, мое ощущение, наблюдателя последних дней, что такое решение принято. Кстати, с удовольствием приведу пример своей правоты, сегодняшнее свидетельство. Ну вот, у меня очень сложные отношения с этой женщиной в латыни, такие любви и ненависти. И она мне все равно очень нравилась, она очень умная женщина, но взгляды у нее часто были совершенно чудовищные. Казалось, мы окончательно помирились, вот я оценил, она же бешеная трампистка была, она нашла все силы, так сказать, отойти своего трампистма на сторону Украины, осудить Трампа за его отношение к Крыму, и мы в последнее время даже несколько общих эфиров провели. Но чем она занималась в последний месяц с другим нашим бывшим другом, эти, а вот и не реальность, Ростович, ну это сознательная культивация нарратива поражения, обреченности, брошенности Украины. Основное, это Запад бросил, надо договариваться с русскими, а вот последний раз мы обсуждали уже с Ростовичем, как вместе с русскими надо вместе с Соловьевым. Ну это не она, она сама в***ла, я же посмотрел этот кусок, она пыталась даже как-то остановить от этого соскальзывание в такое, что вместе с Путиным какой-то иск, я не понимаю, почему иск, но это может образно как-то предъявить Западу, за что? Нет, ну Леша всегда был немножко *** там, мы всегда это видели. Нет, ну то, что она, вот эти тезисы о том, что она вынуждена сегодня, нет, похоже, что Запад все-таки не бросил Украину. Ну какие-то остатки репутации она должна... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА